Злостные неплательщики штрафов и алиментов в России с сегодняшнего дня могут остаться без водительских прав. Судебные приставы будут временно приостанавливать действия удостоверению тех, кто накопил долгов на сумму более 10 тысяч рублей. Де, кто при этом все-таки сядет за руль, права отберут. Такие меры предусмотрены в поправках федерального закона об исполнительном производстве. Он вступил в силу. Дмитрий Зайцев внимательно изучил документ. Задолженность по алиментам на 14-й год 79 тысяч. В злостных алименщиках бывший супруг Николины Бундуковой ходит в 8-й год. Сыном Егоркой не интересуется, денег не платит. Общий долг по алиментам уже превысил 100 тысяч рублей. До сих пор мы не можем добиться, чтобы просто каждый месяц оплачивались алименты. У нас теперь то официально, то неофициально. Папа бывший, мой супруг бывший работает. То есть судебные приставы уже не знают, что с ним делать. Отец ребенка в Костроме не бедный человек. Частный дом, две машины, своя строительная фирма. Но взять с него нечего. Все имущество и бизнес оформлены на маму. Мужчина формально безработный. Впрочем, управу на таких предприимчивых должников государство все-таки нашло. С сегодняшнего дня судебные приставы в праве ограничивать действия так называемого специального права. Проще говоря, аннулировать на время водительские удостоверения на управление любым транспортом. От мотоциклов и автомобилей до морских судов и авиации. Принимать решение об ограничении специального права судебные приставы в праве будут по исполнительным документам взыскания алиментов, взыскания, возмещения вреда причиненному здоровью, возмещения материального ущерба либо морального вреда причиненному преступлению. В общий перечень входят еще и непогашенные штрафы за нарушение ПДД. Законодатели установили и нижнюю планку. Для новых ограничений долг должен быть больше 10 тысяч рублей. В этом случае должнику не только запретят выезд из страны, но и временно переведут в разряд пешеходов. После того, как судебный пристав сообщит неплательщику о вердикте, на погашение долго дается 5 дней, а по алиментам всего сутки. Если успели оплатить и показать чеки приставам, водительские права оставят. В противном случае их действия приостановят. Водительское удостоверение у вас находится на руках, но с вступлением силы постановления суда, оно передается также в управление ГАИ, где его забивают в базы данных. Инспектор, проверяя вашу машину по базе данных, видит, что у вас приостановлено водительское удостоверение. Соответственно, передвигаться вы не можете. Если же продолжать езду за рулем, то можно и вовсе лишиться прав сроком на год или же 50 часов отбывать на обязательных работах. Пристав уверяет, что общая база с ГИБДД, Росавиации, Инспекции и маломерных судов уже по всей стране и данные о штрафниках вносятся в режиме реального времени. Однако наказывать будут далеко не всех. Если владелец прав предъявит документ, что он работает таксистом или дальнобойщиком, тут, конечно, решается очень просто. И судья наверняка не пойдет на решение прав. Просто без автомобиля многие не могут. Ограничения не коснутся тех, у кого руль – единственный легальный источник доходов, а также жителей труднодоступных сел, инвалидов и их попечителей. В первую очередь ориентировка идет на такой вот средний класс, который может погасить, но не гасит по каким-то причинам. Бывают же злостные алименщики, действительно, которые просто годами не платят вообще ничего. Приставы ссылаются на мировой опыт, где подобные меры уже применяют. К примеру, в соседней Белоруссии после введения правовых ограничений 40% должников сразу же пожелали рассчитаться. Кто ходит из вас? Я первая. У москвички Анжелики Быстровой бывший муж занимается частным извозом. Нигде не числится, работает, что называется, на себя. О сыновьях в последний раз вспоминал 7 лет назад, когда разводились. Так как он имеет отношение к машине, заработок у него от этого зависит, то я бы хотела посмотреть, когда лишится этого заработка, потому что не сможет ездить за рулем без прав. Мне как бы, чтобы посмотреть со стороны, когда надо кушать, надо квартиру оплачивать, одеваться и так далее. Сегодня они весь день на телефоне. А вдруг папа одумается и все-таки позвонит. Хотя бы узнать, как дела. Дмитрий Зайцев, Дмитрий Бедрев, Сергей Кузнецов, Лилия Зорина и Людмила Жильцова. Первый канал.